Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрещешь милость и помощь и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно и явно с тобою пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение и жизнь? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, саделайся в помысли своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немыцтвующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знаний, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано, храняй, младенцы, Господь. Псалом 114, стих 5. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысл, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию, готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивному ему? И не преодолевается тем. Сказано, храняй, младенцы, Господь. И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на онную вседавлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам. И потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал Богомудрый Павел, кто мнится мудр быть и в мире всем, буй добывает, якуда премудр будет. Первое послание к Коринфянам, глава 3 стих 18. Впрочем, проси у Бога, чтобы дал тебе прийти в меру веры. И если ощутишь в душе свои наслаждения сие, то нетрудно сказать мне при всем, что нечему уже отвратить тебя от Христа. И нетрудно тебе каждый час быть отводимым в плен далеко от земного и укрыться от этого немощного мира и от воспоминаний о том, что в мире. А всем молись неленосно, всего и спрашивай с горячностью, об этом умоляй с великим рачением, пока не получишь. И еще молись, чтобы не ослабеть. Сподобишься же этого, если прежде с верою понудишь себя попеченье свое возвергнуть на Бога, и свою попечительность заменишь Его промышлением. И тогда Бог усмотрит в тебе сию волю, что ты со всей чистотой мыслей доверился самому Богу более, нежели себе самому, и понудил себя уповать на Бога более, нежели на душу свою. Тогда вселится в тебе оная, недоведомая сила, и ощутительно почувствуешь, что с тобою, несомненно, сила, та сила, которую, ощутив в себе, многие идут в огонь и не боятся. И, ходя по водам, не колеблются в помысле своим опасениям потонуть, потому что вера укрепляет душевные чувства. И человек ощущает в себе, что как будто нечто невидимое убеждает его не внимать виденью вещей страшных и не взирать на виденье, невыносимое для чувств. Конечно, думается тебе, что с ним душевным ведением иной приемлет оное духовное ведение. Не только невозможно с ним душевным ведением приять оное духовное, но даже нет возможности ощутить его и чувством или сподобиться его кому-либо из ревностно упражняющихся в ведении душевном. И если некоторые из них желают приблизиться к оному духовному ведению, то пока не отрекутся от всего душевного и от всяких изворотов его тонкостей и многосложных его способов, и не поставят себя в младенческий образ мыслей, да то ли невозмогут приблизиться, хотя мало к ведению духовному. Напротив того, великим препятствием бывают для них навык и понятие душевного ведения, пока не изгладят сего мало-помалу. Оное духовное ведение просто и не происеевает помыслы душевных. Пока разум не освободится от помыслов многих и не придет в единую простоту чистоты, да то ли невозможно ощутить духовного ведения. Вот порядок сего ведения. Ощутить наслаждение оную жизнью оного века. Почему охуждает оно помыслы многих? Сие же душевное ведение, кроме множества помыслов, не может познавать что-либо другое, приемлемое в простоте ума по слову изрекшего, ащи не обратитеся и будете якудеть, не можете войти в Царствие Божие. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Но вот многие не приходят в простоту сию, а по добрым делам их уповаем, что соблюдается им часть в Царстве Небесном, как из уразумения евангельских блаженств, которые Господь изобразил различно. Может быть, нами дознано, что сими блаженствами показал нам многие изменения в разных родах жития, потому что каждый человек на всяком пути, каким шествует к Богу, сам всеми мерами отверзает пред собою дверь Небесного Царства. Но оного духовного ведения никто не может приять, если не обратиться и не будет как дитя, ибо с всего только времени ощущается оное услаждение Небесным Царствием. О Царствии Небесном говорят, что оно есть духовное созерцание, и не делами помыслов обретается оно, но может быть вкушаемо по благодать. И пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нем, потому что никто не может приобрести оного изучением. Если ты, чадо, достигнешь чистоты сердца, производимый верою безмолвии от людей, и позабудешь знание мира сего, так что не будешь и ощущать его, то внезапно обретется пред тобою духовное ведение, без разыскания о нем. Поставь, говорят, столб и возливай на него елей, и найдешь сокровище в недре своем. Если же удерживаешься вервию, то есть веревкой, душевного знания, то не неуместно мне сказать, что удобнее тебе освободиться от железных уз, нежели от этого вервия, и всегда будешь недалек от сетей прелести, и никогда не уразумеешь, как возыметь дерзновение пред Господом и упование на Него, на всякий же час будешь ходить по острию меча, и никоим образом не возможешь быть без печали. В немощи и простоте молись, чтобы хорошо жить тебе пред Богом и быть без попечения, ибо как тень следует за телом, так и милость за смиренно мудрием. Наконец, если желаешь заняться этим, то никак не подавай руки немощным помыслам. Если всякий вред, всякая злоба и все опасности окружают и будут устрашать тебя, не забудься о всем, и не ставь всего ни во что. Если однажды верил ты себя Господу, вседовлеющему для охранения твоего, и смотрения о тебе, и если пойдешь во след его, то не забудься опять о чем-либо таковом, но скажи душе своей, «На всякое дело давлеет для меня того, кому единожды предал я душу свою. Меня здесь нет. Он это знает». Тогда на деле увидишь чудеса Божии. Увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы избавлять боящихся Его, и как Его промысл окружает их, хотя и невидим. Но потому, что невидим телесными очами хранитель, пребывающий с тобою, не должен ты сомневаться о нем, будто бы его нет, ибо нередко открывается он и телесным очам, чтобы тебе благодушествовать». Толкование на Евангелие от Матфея Глава 1. Стих 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Родословие. Почему Евангелист не сказал подобно пророкам «Видение или Слово?» Ибо они так надписывали в своей книге «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел, также Слово, которое было в видении к Исаии». Ты хочешь узнать, почему? Потому что пророки беседовали к жестокосердым и непокорным, и потому говорили божественное видение и Господнее Слово. Так говорили они для того, чтобы народ убоялся и не пренебрег того, что они говорили. А Матфей имел дело с верными, благомыслящими, благопокорными, и поэтому не сказал наперед ничего подобно пророкам. Могу сказать нечто и другое. Что видели пророки, то видели умом, созерцая при помощи святаго Духа, поэтому и называли то видением. Но Матфей неумственно видел и созерцал Христа, но чувственно пребывал с ним и чувственно слушал его, когда он был во плоти, поэтому не сказал видение, которое я видел, или созерцание, но сказал родословие. Иисуса. Имя Иисус не греческое, а еврейское, и значит «спаситель», ибо оно у евреев означает «спасение». Христа. Христами назывались цари и первосвященники, ибо были помазываемы святым елеем, которые лили из рога на их голову. Господь называется Христом, и как царь, ибо воцарился для истребления греха, и как первосвященник, ибо сам себя принес в жертву за нас. А помазан же он истинным елеем, духом святым преимущественно, ибо кто другой имел духа так, как Господь? В святых чудо действовала благодать святаго духа, но во Христе действовала не благодать святаго духа, но сам Христос творил чудеса с единосущным ему Отцом и Духом. Сына Давидова К слову Иисуса, евангелист присовокупил сына Давидова, для того, чтобы ты не подумал, что он говорит о другом Иисусе, ибо был и другой знаменитый Иисус, вождь Израиля после Моисея, но Сей назывался сыном Навина, а не сыном Давида. Жил многими веками ранее Давида и происходил не из Иудина колена, из которого произошел Давид, а из другого — сына Авраамова. Почему евангелист поставил Давида прежде Авраама? Потому что Давид особенно был знаменит у евреев, и жил он позже Авраама, и был царь, ибо из царей он первый благоугодил Богу, и первый из них получил обетование, что из его семени восстанет Христос. Почему все и называли Христа сыном Давидовым? Давид носил в себе и образ Христа, ибо как Сей воцарился на место отверженного и возненавиденного Богом Саула, так и Христос пришел от Отца во плоти и воцарился над нами, когда Адам потерял царство и данную ему власть над всем живущим и над демонами. Стих 2. Авраам родил Исаака. С Авраама начинается родословие, так как он был отец евреев и первый получил обетование, что о семени его благословятся все языцы, и так от него начинается родословие Христа. «Христос – есть семя Авраама, в котором получили благословение все мы, бывшие прежде язычники, и под клятвою. Авраам – значит отец языков, а Исаак – радость, смех». Евангелист не упоминает о прежде родившихся детях Авраама, то есть об Измаиле и других, потому что иудеи происходили не от них, а от Исаака. Далее. «Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Вот потому и упомянуло бы иудеи братьев его, что от них произошли двенадцать колен». Стих 3. «Иуда родил Фареса и Изару от Фамари». Иуда отдал Фамари замуж за Ира, одного из своих сынов. Но как сей умер бездетным, то он отдал ее за сына своего Аунана. Когда и этот потерял жизнь за свою срамоту, то Иуда уже не выдавал ее за третьего сына. Но она, сильно желая иметь детей от семени Авраамова, сложила из себя одежду вдовства, притворилась блудницею, смесилась со свекром своим и зачала двух детей-близнецов. Во время родов первый из них показал изутробу руку, как будто первым родиться. Повивальная бабка, усматривая, что родятся двое, тотчас, чтобы отличить первенца, обвязала показавшуюся руку младенца красной нитью. Но младенец опять скрыл руку во чреве. И прежде родился другой младенец, а потом уже и тот, который прежде показал руку. Поэтому прежде родившийся назван Фаресом, что значит перерыв, так как он перервал естественный порядок, а скрывший руку – Зарою. Эта история заключает в себе некоторую тайну. Как Зара прежде показал руку, а потом скрыл ее, так и жизнь во Христе проявилась во святых, живших до закона и обрезания, ибо все они не соблюдением закона и заповедей, но жизнью по Евангелию оправдались. Таков Авраам, ради Бога оставивший отца и дом и отрекшийся от естества. Таковы Иув Мельхиседек. Но когда пришел закон, эта жизнь скрылась. Впрочем, как там по рождении Фареса и Зара вышло из шрева, так по даровании закона снова высеяла жизнь евангельская, ознаменованная красной нитью, то есть кровью Христа. Итак, потому Евангелист упомянул об этих двух младенцах, что рождение их означает нечто таинственное. А, впрочем, и о Фамаре, хотя она и не похвальна за то, что смесилась со свекром, он упомянул, чтобы показать, что Христос, принявший ради нас все, принял и порочных предков, чтобы самым рождением своим от них осветить их, ибо он не пришел призвать праведников, но грешников к покаянию. Стихи 3-5 Фарес родил Эсрома, Эсром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы. Некоторые думают, что Рахав есть та Раав, блудница, которая, приняв саглядатаев Иисуса на вина и спасая их, спаслась и сама. Упомянул же они Евангелиза для того, чтобы показать, что как она была блудница, так и все язычники, ибо они блудодействовали своими делами. Впрочем, все язычники, принявшие послов Иисуса, то есть апостолов, и уверовавшие в словах их спаслись. Далее стих пятый. Ваоз родил Авида от Руфи. Эта Руфь была иноплеменница, однако же сочеталась с Ваозом, так и церковь из язычников, хотя была иноплеменницей и вне заветов, забыла народ свой, и почитание идолов, и отца своего дьявола, и обручилась с единородным сыном Божиим. Далее стих пятый и шестой. Авид родил Иесея, Иесей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Уриию. И о жене Урины упоминает евангелист, чтобы показать, что не должны стыдиться предков, но наипаче стараться и их прославлять своей добродетелью, и что Богу все угодны, хотя бы произошли и от блудницы, только бы были добродетельны. Стихи седьмой, одиннадцатый. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Асса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езикию, Езикия родил Моносию, Моносей родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иихонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. Переселением вавилонским называют тот плен, в который, наконец, все иудеи были отведены в Вавилон и плакали на реках вавилонских. Вавилоняне и в другое время делали у них завоевание, но озлобляли их умерение, а тогда окончательно переселили их из Отечества. Стихи 12-16 По переселению же в Вавилон Иихония родил Салафииля, Салафииль родил Заровавиля, Заровавиль родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елизара, Елизар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужем Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Почему евангелист представляет родословие Иосифа, а не Богородицы? Какое участие имел Иосиф в бессеменном рождении? Иосиф не был истинный отец Христов, чтобы от Иосифа вести родословие Христа. Слушай, правда, что Иосиф не имел никакого участия в рождении Христа, и поэтому следовало бы представить родословие Богородицы, но, поскольку закон запрещал вести родословие по женской линии, евангелист и не представил родословие Девы. Впрочем, показав родословие Иосифа, он вместе с тем показал и ее родословие, ибо был закон не брать-жен ни из другого колена, ни из другого рода, а из того же колена и рода. Книга чисел, глава 36, стих 6. И как был такой закон, то явно, что в родословии Иосифа представляется и родословие Богородицы, ибо Богородица была одного с ним колена и рода, а иначе как бы она могла быть обручена ему. Таким образом, евангелист соблюл закон, запрещавший вести родословие по женской линии, но, показав родословие Иосифа, показал родословие и Богородицы. Мужем же Марии назвал ее по общему обыкновению, ибо мы имеем обычаи и обручника называть мужем обрученный, хотя брак еще не совершен. Стих 17. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Евангелист разделил роды на три части, чтобы показать иудеям, что они и под управлением судьи до Давида, и под управлением царей до переселения, и под управлением первосвященников до Христа равно не успевали в добродетели, и потому имели нужду в истинном судье, царе и первосвященнике, который есть Христос, ибо Христос по пророчеству Иакова пришел по прекращению царей. Но как от переселения Вавилонского до Христа 14 родов, когда оказывается только 13 лиц? Если бы в родословие можно было вводить женщин, то мы могли бы причислить и Богородицу Марию и таким образом восполнить число. Но женщины не входят в родословие. Как же это разрешить? Некоторые говорят, что евангелист поставил в счет с лицами само переселение. Стих 21. Ибо он спасет людей своих от грехов их. Имя Иисус не греческое, но еврейское. И означает спаситель. Ибо он сказано спасет людей своих. Народ не только иудейский, но и языческий, который несомнительно уверует и сделается его народом. Отчего спасет? Не от войны ли и плена? Нет. Но от грехов их. А это явно показывает, что имеющий родиться есть Бог, ибо прощать грехи свойственно одному Богу? Стих 22. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит. Не думай, будто это недавно стало угодно Богу. Нет. Давно. Прежде век. Ибо ты, Иосиф, как воспитанный в законе, знаешь пророков. Вникни, что сказал Господь, не сказал реченное от Исаии, но Господом. Ибо не человек, а Бог говорил устами человека, поэтому пророчество и достоверно. Стих 23. Все дева во чреве приимет. Евреи говорят, что у пророка стоит не дева, но молодая женщина. На это надо бы сказать, сказать, что в священном писании юная женщина и дева одно и то же, ибо молодую и девою называют ее по ее нерастлению. Притом, если бы родила не дева, то как это могло бы быть знаменем и чудом? Ибо вот что говорит Исаия, сам Господь даст вам знамение. Вопрос, какое знамение? Ответ, все дева во чреве примет и родит. Поэтому, если бы родила не дева, то не было бы и знамения. И так евреи злонамеренно искажают Писание и вместо дева ставят молодая. Впрочем, молодую или женщину или девой называет ее пророк. Все должны вродившие разуметь деву, чтобы это было знаменем, то есть чудом. Далее и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Евреи говорят, почему же родившийся назван не Эммануилом, как сказал ангел Иосифу, а Иисусом Христом? На это скажи им, что пророк не сказал наречешь, но нарекут, то и самые дела покажут, что он Бог, живущий с нами, ибо Священное Писание дает имена отдел, как, например, нареки ему имя Магершалал Хашбас, скоро плени, нагло расхити. Пророк Исаия, глава 8, стих 3, но где кто-нибудь назван таким именем? Поскольку же, как только родился Господь, как бы расхищено и пленено стало обольщение, то и говорится, что он так назван по делам его. Эммануил же еврейское имя, и значит с нами Бог. Стих 24 «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». Что же сотворил, встав от сна, и принял жену свою? Евангелист постоянно называет Марию женою Иосифа, устраняя худое подозрение и сказывая, что она была женой не другого кого, а его. Заметь благоразумие Иосифа, он тотчас удостоверился и, приняв деву, стал служить ей со страхом. Стих 25 «И не знал ее, как наконец она родила». То есть никогда не совокуплялся с нею, ибо слово «наконец» означает здесь не то, будто только до Рождества не знал ее, а потом познал, но то, что совершенно никогда не познавал ее. Писание часто выражается, как сказано, «отлетал и прилетал ворон в ковчег, пока осушилась земля от воды». Бытие, глава 8, стих 7, но он не возвращался и после сего. Еще Господь сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Матфей, глава 28, стих 20, «А после скончания разве не будет? Тогда тем паче будет с нами бесконечно». Так и здесь, под словами «наконец родила, разумей, не знал ее ни прежде, ни после рождения». Подобно как и Господь будет с нами не только до скончания, но и тем более по скончании века. Да и как Иосиф прикоснулся бы к Пресвятой, когда совершенно знал ее неизреченное рождение. Далее «Сына своего первенца». Называет его первенцем не потому, будто бы у нее еще другой какой-либо сын, но просто потому, что он первым родился, и при том единственным. Ибо Христос есть и первородный, как родившийся первым, и единородный, как не имеющий брата. Далее «И он нарек ему имя Иисус». Иосиф и здесь показывает свое послушание, потому что он исполнил все, что сказал ему ангел. «И он